всем привет мои хорошие в этом видео я вам хочу показать узор мне попросили этот узор схема нету я по схему как кто со мной давно знаете что не вяжу я просто воздушные цепочки набирала вязала как душа желала в итоге мне тоже нравится и и как раз мастер-класс потом мне тоже надо будет чтобы ну для памяти и вот кто попросил и кто не попросил ловите этот узор узор обязательно по кругу потому что туда-обратно получается по-другому смотрите мои хорошие я сейчас давайте вот так после того что соединила предыдущий ряд вяжу 4 петля воздушный цепочек или два три четыре в этом же в этот же основании до будем вязать вот такие ракушки у меня узор получается 1 2 3 4 ряда и узор как бы коту будем вязать каждый ракушка у меня 6 с накидом вот один уже есть это считаю 1 и буду вязать еще 5 2 3 этот раз мне так неудобно потому что еще и очки одевала мало того что через камеру 3 4 5 из 6 это рукава платье решил на рукаве показать чтобы объем маленький был теперь считаем 6 петельки из 5 и 6 будем вязать тоже такие же ракушки раз два три 4 5 6 очень легко и просто как всегда ну жалко что даже я не честно признаюсь я даже не умею рисовать эту схему чтобы вам давать мне не жалко 4 5 из 6 вот через камеру все путается смотрите мои хорошие еще раз раз два три 4 5 6 и 6 будем вязать 6 раз с накидом 3 3 4 5 и 6 так медленно двигается дай бог чтобы я успела теперь до конца ряда буду так считать 5 и 6 петельку 6 накидом вязать и подключаться чтобы долго не было видео вот так конца я вязала теперь соединяем это получилось мы вязали два ряда еще два ряда и узор закончится хотела сказать что от этого узора очень красивый этот получается красивая юбка я уже хочу вызвать но не совсем летную осеннюю темный цвет и потольше этот пряжи чтобы быстро вязать и осенью носить теперь опять 4 петля пай подъема раз два три и четыре вот эту одну пропускаем и вторую столбик с накидом столбик с накидом воздушная петля одну пропускаем вторую вяжем вот одну воздушную обязательно одну пропускали вторую вяжем и это будет вот этот ряд вот сейчас я до конца буду вязать и вам показать вот одну воздушную вот одну пропускаем вторую вяжем вот теперь уже последнюю петлю одну пусть пропускаем 2 вяжем и и соединяем вот теперь мои хорошие смотрите эти что воздушную не делала нет не делала может кто крючком вяжет по литературы по этот скажет неправильно но мне в итоге нравится вот это первую первый квадрат с накидом полустолбик вяжем один раз смотрите не цепляем не эти петли ничего прямо дырочку вяжем один раз и у нас уже один было два как теперь уже остальные все эти квадратики мы вяжем полустолбик с накидом вот 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 медленно показываю накид 1 и 2 1 и 2 сейчас до конца вяжу и извините узор закончится и я вам покажу вот мои хорошие мы с вами вязали 1 2 3 4 узор есть смотрите давайте поговорим немного о платье где я а и что я как чеки чан фильм помните кто я где я ничего не помню сегодня под искусственный свет польша показывает цвет правильный вот если так вот больше правильный это мой телефон так показывает как ваши я не знаю смотрите мои хорошие горловина я считаю что здесь обрабатывать не надо ваше мнение интересно ну это же я может конце-то концов увидите готовым видео уже обработаны не знаю сегодняшний день я ничего обрабатывать не хочу утяжелять платье не хочу рукав смотрите я решила рукава вырезать во первых мастер-класс вам показать во вторых думаю надо врезать потому что пока платья не большая не длинная чтоб крутить легче было рукава я вязала немного конце я хотела вот эти ракушки еще и красиво обрабатывать как кальму делать потом передумала думаю тоненькая пряжа может это будет все крутится во время носки это будет не головной поль как говорится поэтому я остановилась так несколько рядов по-моему три ряда в зала просто и все они с платья мне кажется тоже так же самый там очень как бы надежно вот я немного предыдущий раз как когда показала немного подождите как может лучше видно будет немного я это делала распустила потому что я начинала после этого подреза начинала сразу добавить много это было очень много как я на себя отдела получилось как будто как бебидола знаете а это я мягко говоря очень не люблю поэтому я быстро распустила хотя у меня время нету очень хочется довязать но так получилось ничего страшного я решила немного вы зала вот видите вот тоже наверно видно немного вы зала и потом начинала как желтая по сути как желтое платье и начинают добавить так как здесь ажурная и тоненькая пряжа здесь получается надо много добавить то что время нет но хочется более менее этот поле внизу чтобы широкий чтоб шикарно было хотя эту платью я считаю если красивый подклад подходящий можно и по фигурой вязать если есть фигура у меня она поэтому я нет я хочу парашют вязать не знаю уже у меня рукава есть и есть немного скажем так смотрите что делать буду вязать надеюсь успею все хорошо вяжется легко и просто узор сравнить что другие по схему по книжкам вяжут это даже не узор ну нашем случае первый раз это тоже узор хотелось бы еще юбку вязать допустим даже черную потолще пряжа на осень посмотрим если время будет смотрите мои хорошие если другой раз позволяет узор я всегда крючком вяжем по кругу без подъема петель потому что я вот это полоска как бы не делай может у меня не получать хотя я у нормальных мастеров которые знают крючок сто раз лучше чем я у них тоже видно это я мягко говоря не люблю но и здесь она не позволяет мне подъем надо но хочу сказать что выглядит адекватно у меня сместилось естественно потому что смотрите мои хорошие а где на дачке одевать наверное чтобы видно было мне это хорошо что я не вижу хотя бы у меня сместилось потому что смотрите когда я добавила сместилась но здесь вот этот узор так адекватно выглядит что после стирки носки я не думаю вот вот они я не думаю даже камера уж больно камера все чувствуют больше чем не ну вы смотрите здесь все очень адекватно поэтому я не боюсь этот пойдем обязательная петель надо делать и еще нашел прибавок и убавок рукава естественно немного убавила не хотела широкую рукава здесь вниз широкий вверх узкий вот это это сочетание лично мне нравится поэтому решила так хотела сказать что прибавки я всегда делала вот после этого столбики с накидом вот эти дырочки когда вы золото видите я здесь не прибавляю пока что и по 2 в вяжу а если я прибавляю уже каждый какой-то петель надо вот эти отверстия все считать и прибавить так чтобы в конце получилось шестикратно чтобы следующий ряд как вы уже ракушки вяжите чтобы конце все у вас совпадало ничего нет вот это хотела сказать убавляла тоже так сразу убавила каждой руки у меня получилось 12 петелек убавить я 21 раз убавила вот где-то здесь сразу 336 и второй раз и все мне кажется все получилось нормально смотрите все хорошо вот пишите ваше мнение у меня я отдала партнерку слава богу шьется ей очень благодарна и она моя давняя знакомая шьет хорошо и буду сшить розовые первый сентябр только вы точно буду в розовом одевать дай бог мои планы чтобы еще добавить еще сыра что внизу было и также сами ну длинновато если бы я по фигуру вязала может и вязала то колено или половина колена так как я хочу длин длинновато может то косточки не знаю макси вряд ли успею хотя бы то косточки не знаю как успею честно говоря вот вот одна задача что пряжа нравится первый раз вяжу это пряжа если кому-то же понравилось это пряжа это итальянский мерсеризованный хлопок после стирки не знаю как выглядит потому что ничего не вязала ничего не стирала это же я ну вы делаете все правильно всегда поэтому говорю вяжите еще лучше вот мои хорошие цвет мне нравится качество мне нравится это первый и не последний раз буду вязать от этого пряжа кому заинтересовало можете предыдущие видео посмотреть потому что не знаю чего не захватила этот как его там этикетку вот пряжа мне пока есть хватает это хорошо вот мастер-класс вам показала узор это тоже хорошо рукава тоже вязала это тоже хорошо счется подклад тоже хорошо осталась моя задача чтобы я закончила стирала и сушила до 1 сентября надеюсь у меня все получится если не получится слава богу есть что надевать на себя что еще сказать я еще довязала пел белый чемпи а еще здесь еще одна задача решено все подписчица наша с вами и зрительница как правильно сказать чтобы красиво было она уже на название придумала написала что чайная роза мне очень нравится поменять не буду как будто эти вот розочки уже еще мелкие еще не раскрылись скажем так и название уже есть что еще надо вот осталось по кругу вязать и радоваться вот мои хорошие вот этот футболка топ-темпер не знаю тоже то вязала там тоже пряжу не однозначно и было ну я это тело буду вам показать скоро которых работ и а остальное вот французский французская кофта мне одна девочка очень попросила так и написал мне надо очень попросить я вас люблю уважаю и таки покажу что знаю что не знаете можете либо сказать я не обижаюсь вот мои хорошие отложила потому что все силе на это мимо этого я уже говорила жду маму 1 сентябр все мешанина поэтому дай бог чтобы я это успела а как перехожу на французскую кофту еще детскую буду вызвать еще себе еще . время будет все вам показать и объяснять как я вяжу я даже свое время не знала что это французская кофточка у меня настал я давно вязала . а потом пока посмотрела оказывается это французская популярная кофточка все вяжут на здоровье вот мои хорошие если что что-то не так узор показала скажите если есть какие-то предложения пишите если вы со мной согласны тоже пишите нашу этого платья вяжите как я вяжите еще лучше всем пока до новых встреч